Всем привет, друзья! Меня зовут Даша, и на этом канале обычно я дружу вас с творчеством. А сегодня я решила попробовать снять немножко другой формат, формат такого влога о жизни, о творчестве, о моём творческом пути, потому что был такой запрос, что вам это вроде как интересно. Не знаю, что из этого получится. Для меня это тоже такой своеобразный выход из зоны комфорта, потому что я пущу вас чуть больше в свою жизнь, чуть больше покажу вам мои такой каждодневные рутины, которые касаются не только творчества, но и вообще в целом какой-то моей жизнедеятельности, быта. И ещё мне очень непривычно видеть себя без масок в Инстаграме, потому что в Инсте я выхожу в эфиры, ну не в эфиры, в сториз я выхожу каждый день, но всегда делаю это с такими масочками, где прекрасное красивое лицо, а тут такая вся натурель, ну мне немножко непривычно, правда. И не знаю, как это всё будет звучать без чёртова микрофона, но, короче, давайте начнём, потому что я вот только уложила ребёнка спать на дневной сон и решила, что, блин, вот начну вот прямо сейчас. Прямо сейчас, вот я ещё в пижамных штанах, чтобы вы понимали, да, но если я не начну прямо сейчас, то я не начну это никогда. И, кстати, вот это первый, один из пунктов о том, как я живу. И начнём мы, пожалуй, с моей неидеальной жизни, потому что, конечно, на картинке в Инстаграме всё кажется так здорово, классно, красивый дом, красивые изделия делаешь, а на деле всё как-то так, потому что у меня есть ребёнок, который норовит постоянно всё раскидывать, разбрасывать, вон её горшок вообще располовиненный, голая кукла и наша бедная, уставшая от жизни собака. Я сейчас должна всё это быстро убрать, быстро разобрать эту сушилку, закинуть новую стирку. Короче, у меня абсолютно обычная жизнь, блин, скучная обычная жизнь, да. Поехали. Что касается уборки, обычно я это стараюсь делать именно тогда, когда ребёнок спит, потому что с ней невозможно убираться, потому что она уже дополнительно сразу всё уходит и разбрасывает. Но есть такие занятия, как, например, закинуть стирку или посудомойку. Это в целом я могу сделать и когда она бодрствует, но просто без неё мне немножко удобнее, и я быстрее со всем справляюсь. Друзья, всё, я уже закинула посудомойку и стиралку, и сейчас вот села немножко пообедать, пока моя малышка ещё не проснулась. И вроде бы так вот всё аккуратненько красиво выглядит, а на самом деле на столе здесь просто чёрте что. Ещё не успела убрать отсюда материалы, которые участвовали у меня в съёмке подводки к видео предыдущему одному из, вернее предыдущих, про чёрный пигмент. Короче, это я всё уберу, но это я убирать могу, пока моя малая не спит, а вот кушать, пока она не спит, я практически не могу, потому что она на мне просто виснет. Так, слушайте, ещё хочу вам показать, что я тут забрала с Валберес, и не только. У меня здесь есть вот такая вот красота. Посмотрите, это такие вот подсвечники, то есть сюда заливается свеча, такой спил дерева, в который заливается свеча. У меня совсем скоро, а может быть, к моменту выхода этого блога оно уже будет, это видео, на канале с тем, как заливать свечи вот в такие деревянные спилы, как их правильно обрабатывать. И будут ещё ссылочки на компании, в которых можно вот такую вот красоту заказать. Так, что я ещё вам хотела показать с ВБ? Я заказала клеевой пистолет. Расскажу сейчас, зачем он мне. Короче, когда заливаете свечи в металлические баночки, то очень часто вот эти вот фитилёчки, они уплывают, и поэтому я решила заказать такой вот клеевой пистолет, чтобы оно, короче, не уплывало и как-то лучше держалось. Вот тут ещё вот такие вот клея. Так, ещё заказала набор трусиков на высокой посадке, но это я уже вам особо не буду показывать. Жидкие пигменты. У меня есть онлайн-курс по гипсу. Там я часто заказываю какие-то новые материалы, что-то тестирую, показываю ребятам, как это ведёт себя в работе. Поэтому вот, собственно, для этих целей я и назаказывала разных пигментов. Ну, чтобы показать ребятам, какие изделия будут из этого получаться. Это мужа. Какие изделия будут из этого получаться. Ну, чтобы они знали, покупать им или нет. Так, набор вот таких вот резиночек красивых. Мне очень понравились. Так, это ещё один подсвечник. Боже, он вообще такой красивый, такой пухляшек. Класс. Так, ну вот, собственно, и всё, что у меня с Wildberries было. А, слушайте, ещё вот. Вот эти вот наклеечки такие, видите, такие вот кругленькие, да, для фитилей. Вот они не всегда держат фитиль хорошо, когда это дело касается металлических баночек. Вот для этого мне вот этот вот клеевой пистолет. Надеюсь, что он спасёт. Проснулась моя доча. Она сегодня на самом деле очень видит камеру, видит себя. И как-то прям такой радостный бубличек улыбается через соску. Она сегодня очень хорошо поспала. Вообще больше двух часов я за это время столько всего успела сделать. И стирку закинула, и посудомойку, и прибралась немножко. И даже поснимала вам обзор того, что с Wildberries привезла. Ну, а сейчас уже всё. Сейчас уже буду с ней заниматься. Будем и поиграем во что-нибудь, наверное, да. На улицу сходим. Короче, вот, продолжаем свой день. Ещё только три часа дня. Доча кушает, а кексик надеется, что она с ним как-то поделится. Или случайно сделает какое-то неаккуратное движение и уронит свою котлету. Ну, думаешь, так лучше, да? Ну, ладно. Спасибо. Спасибо, что помогла. Гуляем тут с дочей у нас по посёлку. Да, доча, гуляем с тобой? Да. Что-то я сегодня много работала, и вообще уже голова кругом. Хорошо, что вышла на прогулку. Хотя, если до конца честно, то вот я та мать, которая не каждый день выходит на прогулку. Если погода хорошая, окей. Если не очень, извините, дома поиграем. После прогулки нужно было быстро приготовить что-то на ужин, и я решила сделать блинчики. Кстати, обратите внимание, что даже когда я делаю блины, я не могу на глаз просто сыпать ингредиенты, и поэтому муку я тоже взвешиваю на весах, как и гипс. Собственно, не люблю работать на глаз. Моя малышка в это время находится в стульчике рядом со мной, потому что если бы я её оставила просто там бегать по полу, то она бы бесилась, что она не видит, что я делаю, не видит, что происходит на столе. Поэтому часто вот ставлю её вот так вот рядом с собой. И, кстати, когда мне надо срочно залить какую-то свечу или гипсовое изделие, там одно-два, и она вот тоже находится рядом, то я её ставлю, чтобы она просто смотрела, что я делаю. И вот этим я вам хочу показать, что совершенно не обязательно создавать для себя идеальные условия, когда нет никого рядом, и вы можете творить в одиночестве. Скорее всего, если это и случится, то совсем не скоро, и вы просто затягиваете момент своего старта, поэтому подстройте творчество под свою жизнь, а не наоборот. Вот, так что, друзья, смело, смело начинайте. Ну, а тут у нас уже утро следующего дня. Мы с Василисой проходим все наши процессы умывания, чистим зубки, умываем личики. Дальше пойдём уже завтракать. И вот уже на этом первом этапе я обычно начинаю планировать немножко свой день, чем я буду заниматься, когда Вася будет спать. Обычно она на сон у меня уходит где-то в час дня. У неё сон уже один только. Где-то длится он час-полтора-два. Когда-как, в зависимости от её настроения. И вот пока эти полтора-два часа она спит, то у меня есть шанс поработать и что-то поделать. Ой, как я люблю, когда муж дома и может провести время с Василисой. Они такие милашки, тут танцуют, кушают блинчик. А я в это время за утренней чашкой кофе заливала диффузоры нам домой. Если вы подписаны на меня в Инстаграме, то вы уже их точно видели. Вот так вот быстренько проходил этот процесс. Всем привет, друзья. Еду сейчас к маме работать. У меня сегодня рабочий день, мужа выходной, поэтому он дома с малышкой. А я еду к маме монтировать видео. Ну, наверное, я вам уже либо в этом блоге, либо в предыдущем рассказывала о моём таком режиме работы. Почему я езжу к маме. Ну, вот, собственно, вот сейчас один из тех моментов. Мы, кстати, живём в 20 километрах от Минска. Ну, то есть раньше мы жили в Минске, у нас была квартира, а потом мы её специально продали и переехали за город. И у нас здесь очень красивая дорога. Очень. Я вам сейчас попробую её показать. У нас по дороге очень красивый лес с обеих сторон, и потом ещё такой выезд к озеру, а потом снова идёт лес, и дальше уже мы выезжаем на такую стандартную трассу до Минска. Я очень люблю эту дорогу, наслаждаюсь ей каждый раз, когда я еду, и каждый раз я стараюсь ловить себя вот на этой мысли, что, боже, как же здорово, что я могу видеть это каждый день. Людям приходится ждать выходных и выезжать за город для того, чтобы насладиться природой. И как же я рада тому, что могу наслаждаться ей каждый день, когда я еду домой. Тем временем я уже приехала к маме и начинаю готовить реквизит для фотографий. Мне нужно сфотографировать мои диффузоры для Инстаграма. Ну и вам покажу этот процесс. Сначала я всё раскладываю, выкладываю. Кажется со стороны, что вроде бы как попало, но в целом на фотографии, мне кажется, что очень красиво получилось. Вот посмотрите, какие они яркие, красивые. Не знаю, я от них просто в каком-то щенячьем восторге. Ну а сейчас давайте уже переходить к нашей такой разговорной части «Вопрос-ответ». Ну что, друзья, присаживаемся поудобнее. И сегодня в этом видео, в этом влоге я бы хотела осветить один из вопросов, которые вы задавали. Ну а в следующих влогах будем постепенно переходить к другим каким-то вопросам. Если будет много одних и тех же, на одну и ту же тематику, то буду отвечать на них пораньше, тогда побыстрее. В общем, вопрос о том, как я вообще пришла в творчество и как я начала заниматься там гипсом, свечами, смолой и так далее. Вот это у меня спрашивали чаще всего. Но я подумала, что в рамках этого влога, наверное, ну не буду я именно на этой теме останавливаться. Вообще, если честно, то вчера я сняла как раз-таки этот вот фрагмент о том, как я пришла вообще в творчество. И он получился очень длинным. То есть у меня там получилось, что я именно на этот вопрос, ну по хронологии, отвечаю достаточно так долго. Хотя вроде бы всё по существу, всё так, ну как бы ёмко пыталась донести, но 20 минут. Типа, камон, 20 минут у влога отвечать на один вопрос. Это, наверное, слишком долго. Я подумаю, как бы мне ответить на него как-то более кратенько и побыстрее. И, наверное, давайте я отвечу на него уже в следующем влоге, который будет выходить второй или третий. Ну если вам вообще понравится такой формат. Просто этот влог уже и так получается, мне кажется, больше 10 минут. А мне кажется, что, не знаю, короче, я боюсь, что, знаете, если я выпущу видео там минут на 30, да, то его не будут смотреть. Потому что будут думать, ай, долго, ну там не буду смотреть. Но если вам долго меня смотреть, то просто ускоряйте, ускоряйте это видео, ускоряйте мой диалог. Это ж монолог. Ну, диалог с вами, подождите. Это я тут не сама с собой, да, перед камерой. Так вот, ребят, давайте сегодня я вам расскажу про мой вообще распорядок. Ну, не дня, а скорее распорядок недели, когда я что делаю, потому что я и сижу с ребенком, и снимаю видео, и монтирую их сама, и, естественно, еще и выполняю заказы. Вот, поэтому... Ау, боже, еще я очень часто вижусь с друзьями. Поэтому я вам сейчас расскажу, как это все происходит, как мне удается это совмещать. И мне кажется, что, в принципе, мы вот сейчас вот как бы с мужем, ну, вот в рамках вот нашей семьи, да, и в рамках его каких-то занятостей и моих занятостей, вот мы пришли к такой прям гармонии и балансу. Рассказываю. У моего мужа очень такой интересный график. Не просто два через два, а два-два-три, да. То есть либо он работает, вот когда стандартную неделю берем, да, понедельник-вторник он работает, среда-четверг отдыхает, пятница-суббота-воскресенье он работает. Значит, на следующей неделе все будет наоборот. Понедельник-вторник он будет отдыхать, среда-четверг только работать, и пятница-суббота-воскресенье тоже отдыхать. И потом заново, да. То есть, по сути, это практически два через два, но у тебя всегда, ты знаешь, как бы, когда идут стабильные вот эти вот выходные на выходные, которые попадают. В общем, этот график, он для нас сейчас просто идеальный, потому что он очень много времени может проводить с ребенком. Если бы у него был стандартный график, вот пять через два, когда там с понедельника по пятницу ты работаешь, суббота-воскресенье ты дома, то, ну, так или иначе, ты приходишь домой, там, часиков в семь, например, да, после работы, малышку уже там скоро ложить спать, часов там девять-десять, она у нас ложится обычно, да. Получается, что вот эти вот все будние дни ты очень мало проводишь времени с ребенком, а когда она такая малюшка, вот ей у нас всего полтора годика, да, то очень хочется как-то видеть, как она растет, смотреть, вот как она развивается и всякое такое. Иногда вот я там сижу с ней вот два полноценных дня, он работает с девяти до девяти, приезжает, значит, ближе к десяти вечера домой. И вот я два дня подряд с ней сижу, а на третий день, когда у него выходной, он говорит уже, боже, да она же научилась вот это вот делать, или она научилась вот это вот говорить. Ну, и это так забавно и здорово, что он вот может побольше времени проводить с ребенком. И как раз-таки, когда у мужа выходные дни, и он может быть дома, может быть с малышкой, то у меня это рабочие дни. За то время, пока он работает, я стараюсь либо днем, пока малышка спит, либо вечером поздно, когда он приезжает, и может быть с Василисой, я стараюсь наснимать какие-то кусочки. Где-то это фрагменты, где только руки, то есть я ставлю камеру над столом, там что-то делаю из изделий, да, вот раз фрагмент. Где-то это какая-то подводка, где я вот должна быть лицом камере, я должна, допустим, там рассказать какое-то начало видео, когда это у нас вот видео на YouTube, такие мастер-классы, то вот эту вот подводку, начало, я обычно снимаю попозже, то есть у меня уже может быть полностью весь МК готов, да, подводка еще не снята. Вот, в общем, я снимаю какие-то такие вот кусочки, и потом, когда он сидит с дочкой, то я уезжаю к маме, вот сейчас я тоже у моей мамы, мама на работе, а я у нее дома работаю, да, то есть у меня здесь такой своеобразный офис, коморкинг, вот, и короче, я приезжаю к маме, и у мамы я могу монтировать видео, я могу их переозвучивать, здесь полнейшая тишина, нет домашних животных, нет детей, нет никаких отвлекающих факторов, в общем, вообще просто идеальная атмосфера для меня и моей работы, и иногда я могу уехать, даже раньше, чем мама вернется с работы, то есть мы с ней иногда можем даже не пересечься в рамках вот одной квартиры вот этой. Ну, в общем, вот таким вот образом я выделяю время на монтаж видео, да, но, допустим, у Миши моего, Миша мой муж, у него, например, два выходных, вот сегодня выходной, сегодня я с вами вещаю, сегодня я монтирую видео для курса, и ребятам выгружаю пятый блог, сегодня я должна смонтировать два видео для Ютуба и подготовить как бы выгрузку, да, такую плановую, сегодня я фотографирую диффузоры свои, да, для контента в Инстаграме, ну, то есть вот сегодня у меня прям полноценный рабочий день, правда, начала я его в два часа дня, потому что могу себе позволить, да, но прям до вечера я поработаю, а завтра приезжает сестра моего мужа с детками, и мы поедем гулять в город, пойдем их там водить где-то по паркам, да, то есть не всегда оба Мишиных рабочих дня я могу тоже поработать, не всегда, иногда это у нас как бы и семейные какие-то мероприятия, и очень часто, когда его выходные выпадают на базовые выходные, ну, у обычных других людей, да, то мы тоже очень часто их проводим с друзьями, то есть там пятница, суббота, суббота, воскресенье, очень часто это у нас дни для встреч с друзьями, у нас много друзей, у нас сейчас дом, и мы рады, что наконец-то в рамках нашего дома мы можем вмещать количество друзей, которые к нам приезжают, и когда дизайнер работал у нас над гостиной, он спрашивал, а, ну, сколько вот людей надо, чтобы там разместилось, например, чтобы там в какие-то настолки поиграть, там еще что-нибудь, да, и мы говорим, ну, у нас как бы гостей много, нам надо, чтобы все смогли сесть, вот, допустим, в гостиной, ну, хотя бы вот как-то сесть вокруг столика какого-то журнального и поиграть в игры, и он спрашивает, так, а сколько людей? Мы говорим, ну, где-то 12-15, вот так вот в средненьком, и он такой, а, я думал, 6, ну, типа, для него вот 6 человек вот в его доме это много, а для нас 6 это типа вот соседи зашли, вот, на чай, да, а если уже к тому приезжают, то чаще всего это, ну, все-таки больше, да, потому что кто-то уже с детишками, там, с мужем, с женой, там, еще как-то, ну, короче, в итоге вот нас всегда вот как-то много, и мы достаточно так активно живем, и поэтому у меня, правда, вот мне прям тяжело работу как-то вклинить в эту активную жизнь, и вот то, о чем я еще вам хотела сказать, я не знаю, замечали вы это или нет, но все мои видео, все вот мастер-классы, которые вы видели у меня на канале, да, вот сейчас я, очевидно, снимаю днем, то есть я сижу днем перед камерой, вот снимаю, все мои мастер-классы, которые есть на ютубе, вот эти вот подводки в начале видео, где я с вами здороваюсь, рассказываю, что нам понадобится, да, это все снято ночью, всегда, я всегда снимаю ночью, у меня идеальное время для вот съемки, это где-то с 12 до 2, я всегда снимаю с 12 до 2, где-то в 2.30, в 3 я ложусь спать, и встаю я где-то в 9, вот, вот так вот я живу, когда у Миши рабочие дни, когда у него выходные, спасибо ему огромное, он дает мне поспать, то есть он, вот малышка у нас где-то в 9 просыпается утром, и он с ней уходит в гостиную из спальни, и я могу поспать, вот я сегодня проснулась там в 10.40, где-то так могу вот поспать, потом прийти на кухню, приготовить какой-то завтрак, мы все вместе можем позавтракать, ну, естественно, он ее до этого кормит немножко, но вот как бы завтракаем мы всей семьей тогда, когда я уже встаю и немножко высыпаюсь, вот, поэтому тут, наверное, мне очень повезло с мужем и с тем, сколько он мне дает времени, вот, и на то, чтобы я могла отдохнуть, и на то, чтобы я могла поработать, и он вообще, ну, не против этого всего, да, то есть он не говорит мне, что типа, нет, я не буду сидеть с ребенком, ну, то есть такого вообще нет, я его ставлю перед фактом, что вот, Миш, мне надо, вот там два дня, например, два твоих выходных дня, мне надо полностью посвятить работе, окей, едь, едь, посвящай работе, вот, то есть у нас такой вот прям с ним получается график два через два, ну, и плюс, когда выходные на выходные, то мы еще проводим много времени с друзьями, в общем, я вам хотела сказать этим вот всем моим монологодиалогом, да, хотела сказать о том, что если вдруг вам кажется, что у вас нет времени на творчество, вам только кажется, мы столько времени проводим в Инстаграме, в Интернете, просто где-то, да, там что-то ищем, там, ТикТоки какие-нибудь смотрим, да, это убивает очень много вашего времени, и я на онлайнере как-то, онлайнер это сайт на, боже, сайт, боже, меня уже убили на работе, онлайнер это новостной ресурс, в котором есть еще и каталог товаров огромный, это тот портал, портал, все, мне хана, но это мой декретный мозг, да, в общем, это площадка крупнейшая в Беларуси, на которой вот я работала до декрета, и до декрета я, наверное, получше знала брендбук, и могла ответить на вопрос, что такое онлайнер, так вот, не суть, на онлайнере я прочитала недавно статью о том, как девушка на неделю, там, или на две недели, не помню уже, отказалась от интернета вообще полностью, то есть она не смотрела телевизор, она не смотрела ни YouTube, ни Instagram, ни TikTok, вообще ничего, телефоном пользовалась только для звонков, и как будильником, все, и больше вообще ничего, и она в конце этого эксперимента говорила о том, что она осознала, насколько у нее много времени, и насколько у нее есть все-таки зависимость вот от этого телефона, и постоянного проверяния сообщений, хотя вроде бы ничего важного тебе никто и не написал, да, но ты все равно постоянно что-то обновляешь, проверяешь, обновляешь, проверяешь, это какой-то такой вот, знаете, вот это вот как курильщики курят, да, а вот зависимые люди от каких-то гаджетов, вот они вот все скролят свои там ленты и обновляют телефон, и я понимаю, что у меня тоже присутствует такая зависимость, однозначно, она очень много жирает моего времени, я надеюсь, что я смогу как-то больше брать себя в руки, и вам тоже советую, если у вас есть время скролить инсту, у вас есть время заниматься творчеством, или вообще чем бы то ни было другим, да, если вы находитесь в декрете, поверьте, у вас тоже есть время, у меня очень активный ребенок, очень активный, я иногда просто схожу с ней с ума, но творчество, оно настолько заземляет и успокаивает, вам никто не говорит штамповать производство каких-то гипсовых там изделий, или производство свечей, нет, я вообще вот против как бы сильной такой глобализации и массовости ручного вот этого вот труда, мне кажется, это должна быть какая-то все-таки более индивидуальная, личная такая вот история, мне бы хотелось, чтобы вот мои изделия были штучные, я не хочу штамповать какой-то конвейер, да, из себя делать, из своего творчества, и вот я вам советую вот в это вот немножко попробовать погрузиться, вы заметите, насколько это вас заземляет, насколько вот эти вот ваши там полчаса, пока вы заливаете какую-то там шкатулочку или тарелочку из гипса, насколько вот вы погружены в процесс, в этот момент вы принадлежите сами себе, вы не мама, вы не жена, вы не кто-либо еще, там не бухгалтер, не экономист, и не там, я не знаю, переводчик, да, нет, вот вы, это просто вот вы Марина, и вы заливаете шкатулку, и все, и вот только вы, и только эта шкатулка, да, и это правда очень заземляет, как-то вот замедляет вашу жизнь, и дает возможность как-то, мне кажется, видеть как-то вот больше прекрасного, потому что мне кажется, что я сейчас вот вижу очень много прекрасного, просто за счет того, что я сама работаю с красивым, то есть я создаю красивые изделия, я создаю красоту, и я могу увидеть красоту, в принципе, вообще во всем, мне кажется, там, я не знаю, солнце красиво падает из окна, вот это для меня уже красиво, да, вот тут вот блики на стене идут, ну от стекла вот так вот солнышко отражается на стенке, вот для меня это уже красиво, и вот я вам желаю вот немножко погрузиться в эту вот красоту, и замечать ее в вашей жизни, потому что если мы просто мамочки, которые все дни, недели проводят с ребенком, то это правда, это настолько вот мне, это морально сложно, и меня это прям, короче, мне это сложно, поэтому я рада, что у меня есть мое творчество, я рада, что у меня оно превращается в полноценную работу, я люблю работать, я люблю любить работу свою, и вот сейчас я ее обожаю, и я рада, что я прям, знаете, с таким воодушевлением еду, вот чтобы нафотографировать там диффузоры свои новые, которые сделаны, еду вот так вот прям, жду скорее, чтобы для вас вот какую-то подводку, видео снять, или какой-то разговор, или что-то смонтировать, я жду, жду возможности поработать, и вот я вам желаю жить вот с этим вот тоже вот ощущением, что вы настолько любите свою работу, что вы ждете встречи с ней, ждете наконец-то, вот когда вы сможете к ней приступить, вот поэтому ребята, я в этом влоге уже буду с вами прощаться, о, как раз начали сверлить и мешать мне, блин, снимать, в общем, спасибо вам огромное, что вы его посмотрели, если вы его посмотрели, я надеюсь, что мы вообще продолжим всю эту влоговую историю, я хочу быть с вами ближе, я хочу вам больше всего рассказывать, я хочу вас больше мотивировать, и давать вам понимать, что творчеством можно заниматься всегда, везде у вас точно есть на это время, поверьте мне, вот, поэтому на сегодня у меня все, спасибо вам огромное за внимание, желаю вам счастливого дня, и вообще в целом, будьте счастливы, в общем, спасибо вам большое за этот просмотр, блин, ну так уже много раз сказала, просто спасибо за просмотр, ну короче, ребят, спасибо, что вы со мной, все, всем хорошего дня, и до встречи в новых видео, всем пока! Стоп! Лайки! Лайки! Поставьте, пожалуйста!